Приемник для Атамы Шепотов. Ну вот кто у нас? Алексей Сергеевич. Алексей Сергеевич Ваевский будет представлять плод трудом. Значительные команды разработчиков, которые сегодняшний день сделали весь внешний контур приемника и собрали и испытали один из каналов. Заказчик пока в целом доволен. И грозится заказать еще три канала. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот это само место, где будет размещаться прибор. Я вообще не первый раз на наших волшебах об этом говорю, поэтому я уже, наверное, не буду все повторять то, что говорил раньше. Речь идет о создании для телескопа АТА-600 высокочувствительного шерстоповодственного радиометрического устройства на два частотных каналов. Вот они здесь указаны. Центральная частота 20-30 ГГц. Значит, приемник криостативы наступная температура 77 ГГц. Вот здесь на схеме вариант исполнения на одну частоту. У меня техническое задание, если бы сейчас уж если бы мне позволить, зачитывать не буду. С исполнителями отдельных узлов прибора феррит-квоза, феррит-устройство, НИПИ-20, НИПИ-Горшкова, полноводные устройства, усилительные устройства, антенны, это сам КРИО-БЛОК, НГТО, это схемотехника, ну и в общем все это с блоками и так далее. Здесь внешний вид радиометра представлен так, как выдали его конструктора. Нам вот это криостативный блок, отдельные узлы, приведенные фотографии. Ну это фотография из измерительной лаборатории. И вот, собственно говоря, прибор так, как он выглядит на данный момент. Сразу показываю коллектив авторов. Значит, это команда из института прикладной физики, ну и команда из НИПИ-ГТО. Ну вот я буду рассказывать, оставив вот эту картинку на экране. Собственно, производственная деятельность в УЗИ это такая довольно интересная деятельность. Можно в кавычки поместить, можно в кавычки не помещать. То есть мой доклад будет контрастировать с предыдущим докладом. Науки здесь будет не очень много. О том, какие возникли проблемы, я готов говорить часами, но мне столько времени не дадут, и мне не хочется это делать в основном. То есть у нас вообще работа планировалась завершиться в прошлом году, согласно договору. В прошлом году мы очень интенсивно поработали. Очень много работали мы с конструкторами из института прикладной физики. Это с Алексеем Готовым, Марией Масовым. Большая работа была проведена. И нас затормозил уже этап выполнения вот этой вот красивой конструкции. Потому что у нас собственных производственных площадок нет. Мы встали на очередь в институте прикладной физики. И в том, где и стояли. Договор сначала пришлось перенести на этот год. А потом заказчик сказал, да, в этом году нам в июне месяце изготовили. Все наши дотачки не перейдут к тому, что в прошлом году уже 14-й. Это вы видите, в прошлом году. А, извиняюсь. Но вы не первый. Хорошо, да, я последний еще не перестроился. Все еще отчитывали за 13-й год. Ну, правильно, так и есть. Да, оно так и есть. Так вот, значит, в июне месяце 13-го года изделие было выполнено. Начали собирать, то есть к этому моменту для одного канала все необходимое было. Все это в теплых условиях было промежено, протестировано. Вот, теми двумя коллективами. Совместно мы работали. Все это совместно хочу отметить. У нас наладились такие очень тесные взаимоотношения в деловом плане. Особенно с Степан Юрьевичем здесь присутствующим. Такие тесные, что Алексей Сергеевич решил у нас забрать с радиофак к себе на кафедру. И теперь вот вся наша образовательная деятельность и я, как профессор, уже теперь у него на кафедре. И вот до чего-то его тесные взаимоотношения. Да. Вот. Далее. Естественно, нужно было уберить при азотной температуре. И был получен из Москвы креотайгер, я могу так назвать. Это один получен интересным образом. То есть одна часть ушла на Кавказ, другая пришла к нам. Ну, потом мы получили из Кавказа то, что нам не хватало. Потом оказалось, что там не было подобрано, ну, он был не заправлен в смесь газовой. И вот коллектив Института прикладной физики занимался экспериментом по подбору этой газовой смеси. Были там еще отдельные технические проблемы. Ну, в общем, в конце концов получилось то, что этот креотайгер к данному устройству не подошел. Пришлось, как я мог переделывать вот эту часть, вот эту, то, что я показывал, по 40. Ну, переделали, да. После этого обратились к заказчику. Мы практически все сделали. Давайте приезжайте, посмотрите, расплатите с нами. Ни с коем мы расплатить с вами не можем. Потому что в этом году у нас денег на это нет. И сказали, есть такой вариант сделать новый конкурс. Вы в нем поучаствуете, выиграете. Все будет хорошо. Участие в конкурсе – это тоже очень интересное занятие. Мы в нем поучаствовали, мы в нем выиграли. Выиграли для того, чтобы получить предсчитающий нам предыдущий договор деньги. А предыдущий договор мы переоформили не на всю сумму, а на ту сумму, которую нам выплатили раньше. Ну, в конце концов, в 2013 году с нами заказчик рассчитался. Это вот такие научные проблемы, которые решались в ходе выполнения договора. Ну, параллельно проводились измерения, значит, в тепле, при комнатной температуре, в холоде. В основном измеряют шумовые характеристики. Если здесь будут вопросы по деталям, то наш ведущий специалист Владимир Валерьевич Кирюков на все вопросы ответит. Потому что у меня так получилось, что занимаясь всем тем, о чем я сейчас рассказывал, я не успевал мерить шумовые температуры. И вот Степан Юрьевич не даст собрать, я очень редко у него по этому поводу. Не получается все сразу. В общем, к настоящему моменту договор в той части выполнен. Мы ждем новых денег. То есть, с нами заказчик обещает получить договор на три оставшихся канала. Пока не говоря о сумме, не говоря, когда деньги у них будут. Вот мы находимся в процессе ожидания. Практически почти все необходимые детали для того, чтобы выполнить три оставшихся канала у нас есть. Но есть отдельные вопросы, что может быть заказать усилители, мало что меньше усилители, которые будут обладать лучшими характеристиками. Может быть будут обладать вот так, как скажем, а может быть и не будут. По ферритовым устройствам там есть вопросы. Потому что там заказчик просил полосу 15%. Такую полосу, главное предприятие феррит домен, ну и предприятие феррит глаза, они вообще не гарантируют. И говорят, кто это вам сказал, что вообще это мы можем делать. То есть это в индивидуальном частном порядке работники САО что-то там такое сделали, а то приковали статью на эту тему. А вот так, чтобы для нас это изготовили, никто не готов был это делать. То есть вопрос в том, что все необходимое есть, что это можно улучшать. Да, заказчик денег может, но лучше пробовать улучшать. Пожалуйста, ко мне вопрос. К вопросу. Ну у меня тогда сразу вопрос, который, так сказать, очевиден. Все-таки увлитворили требования по шумам. Я понимаю, что по волосе, так сказать, это не в наших руках, а в руках вентиле. А все-таки шумы, так сказать, и прогнозируемая чувствительность локационная, они укладываются или нет в этом канале? Вот я сейчас, Валерий Валерьевич, попрошу, надо сейчас смотреть. Вот эти результаты измерения шумов. Валерий Валерьевич, действительно, несколько кажется. Валерий Валерьевич, еще задумано, что вся эта работа с криотанией все-таки пока не закончена. Он до сих пор не работает, и мы все единицы в рамках специалистов, которые на него навалят. То есть мы пока имеем достоверное измерение только в теплое. У нас получилось всего канала, которые поломают, наверное, 200 кг. То есть это, соответственно, 10-летний кг чувствительности. Ну вот при переходе в массу, это мы можем ожидать, наверное, 3 раза все-таки времени в минуту. Мы посылали эти данные вместе с недавними в минуту, как раз. Ну, от них, в общем-то, реакции, во всяком случае, претензий никаких не вступает. Понятно. Спасибо. Вопрос был у Игорь Константиновича, а потом Андрея. Уже снялся, да? Понятно. Андрей, пожалуйста. А если козорная температура нельзя обратиться, то есть в сайденную, то есть в сайденную, а потом из винано, видите, и померить. Вот сами не то, чтобы козорную, в сайденную. Ну, вот в эту почку залить не миграция. Мы пытались отценить, как и пищевитие, вот таким образом, но не удалось, потому что нам нужен хороший губноводный переход в тех системах, которые у вас есть, это достижение того, что там пришлось ставить в коаксиальном камере, в несколько переходов, включая губноводность. Была идея, совершенно справедливая идея. Спасибо Андрею, но, к сожалению, я взял очень удовольствие. Просто так, присутись в ДюАР, вы понимаете, нельзя, он же просто разрушит его, там все потеет, отмокнет, а попытка заливном, так сказать, как-то приостазе не удалась, к сожалению. Но было некое охлаждение, то есть все-таки вот эти мучения с этим рефрижератором, изломанным априори, то есть он поступил изломный, ну, мы немножко сумели, так сказать, его подохладить, и было видно, что вот этот естественный ход, который должен быть очевиден. Так что я на фунтуру с активизмом смотрю на нужный исправный галерейку. Еще вопрос крайних? Нет. Ну, в таком случае, пожелаю команде преуспеть во всех этих делах, особенно бюрократически, что поблагодарю прокладчиков.